Автоматизация В этом видео я покажу вам, как настраивается датчик Filio 3 в 1, датчик движения. Все довольно просто. Нужно всего лишь его распаковать, снять защитную этикетку и направиться в интерфейс Raspberry. Для этого зайдем на Find the Wave Me и зайдем в раздел «Устройства» и добавим новое устройство. Нажмем кнопку «Включить устройство в сеть» и достанем защитный ярлычаг отсюда. Добавление началось. Добавление может нарушиться. Если такое произойдет, то можно нажать на тампер три раза. Раз, два, три. И добавление в сеть продолжится. Все. Вот весь наш датчик со всеми его параметрами. Здесь у нас есть датчик освещенности, датчик движения, тампер и датчик температуры. Тампер – это маленькая серая, точнее черная штучка. Мы не будем сейчас все это переименовывать, просто я сохраню и покажу, как это выглядит в интерфейсе. Упс. Вот эти четыре виджета сгенерились, которые за него отвечают. Теперь я покажу, как он срабатывает в интерфейсе и где это показывается. Сейчас датчик находится в покое, он у меня лежит в руке. Если я сейчас его поверну, то он сработает. Я его поворачиваю, он замещает движение и появляется красный человечек бегущий у нас в интерфейсе. Датчик сработал. Теперь он выключается и 7 секунд после этого он не активен. Этот параметр настраивается из настроек экспертных. Все параметры есть в описании к устройству. Теперь давайте настроим какую-нибудь простую сцену по управлению каким-то устройством с помощью датчика движения. Для этого зайдем в приложение и найдем модуль под названием «Логические правила». Нажмем плюсик и начнем настройку. Для того, чтобы все это правильно настроить, нам нужно сначала условия. В условиях у нас будет сказано, что наш датчик, бинарный датчик, естественно, датчик движения должен сработать. Я выбираю здесь Filio Technology Core Motion. Это отвечает за сам датчик движения. И ставлю его в позицию «Включить». Это будет означать, что сцена будет срабатывать, если будет включаться или активироваться датчик движения. После этого выбираем действия. В действиях я предпочту выбрать розетку для включения освещения. Она у нас называется «Пингвин». И мы тоже ее настроим на положение «Включить». После этого мы жмем кнопку «Сохранить» и наша сцена готова. И ее можно посмотреть в разделе «Активные». Логические правила три штуки. И здесь есть… Ну, они все без названия, но вот это последнее является конкретно нашим условием. Все. Бывает такая ситуация, что вы исключаете устройство из сети и через какое-то время хотите снова его включить. Для того, чтобы избегнуть ситуацию с ярлычком, который вставляется в это отверстие, можно просто нажимать тампер три раза. То есть раз, два, три – устройство включается в сеть. С помощью такой же комбинации устройство и исключается из сети. Если у вас остались вопросы по системе или конкретно по этому устройству, вы можете задать их в комментариях. Мы с радостью на них ответим. Ставьте лайки и подписывайтесь!